Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. Отправляемся на четвертофинальный поединок из Калинкопена. Обсуждаем главные перипетии, главные яркие моменты противостояний Араньян Непомнящей и Осли Сораджабу. Классные партии, классные и интересные моменты. Я сегодня подготовил пару зарисовок. Итак, матч для Аяна складывался непросто. В последнее время как-то не получается с Араньяном у него играть. Надеемся, что он сегодня с ним справится во втором матче. Пожелаем ему успеха. Ну вот, хорошо матч начался, он выиграл первую партию. Я уверенно победил в первой партии, однако затем Араньян здорово отыгрался. И в итоге случилось в одной из партий следующее. Такая вот сложная, диковинная, тоже можно сказать, на первый взгляд позиция, которая, наверное, к теории в меньшей степени относится. Однако это все встречалось. Это вот забавные перестройки коней на А6 и на А3. Это все, в общем-то, было уже давным-давно известной историей, как говорят. Итак, слон Е6. И уже встречалась у них эта позиция. Опять-таки они сыграли вот подобную расстановку. И после чего у белых, ну, можно сказать, минимальный плюс за счет пространства в центре, за счет этой пешки на Т4. Ну, по большому счету, вот, Араньян играл нарочито, аккуратно. И вот такую вот структуру получили. Белые, в общем-то, по большому счету, конечно, проблем никаких у черных быть не должно. Прекрасный ферзь. Можно играть Ф5 даже. Ну, в целом, белые играют именно на укреплении своих позиций. Ну, последовал ход ладей 8, не менее компактный, более, наверное, полезный, чем Ф5. И, в общем-то, Ян, как мы знаем, всегда стремится к борьбе. Никогда от нее не уклоняется. И, в общем-то, в этой партии случилось следующее. Партия примещательна, наверное, одним самым таким интересным моментом, который я, в общем-то, и хочу вам показать. Некоторые, мы видим, усиления произошли. В общем-то, эти вот движения пешек на ферзьевом фланге сыграли не лучшую роль для Яна. И теперь мы видим, белые определенным образом немножко подавляют. У них уже чуть-чуть поприятнее. Но после некоторых разменов возникла, в общем-то, такая вот позиция, где у черных есть определенные зацепки. То есть, теперь встали две слабости. Б7 и Б6 против одной А4. Ну, А4 надежно пока защищена. А белые, в общем-то, концентрацию серьезно уже осуществили. И первые моменты, которым пришлось, в общем-то, Яну здесь как-то укрепляться сложным образом. И белые здесь в фирменном своем стиле. Ронян улучшает позицию, продавливает на Б7. И Ян переходит, в общем-то, в важный ход делать ферзь ЦТ и предлагает размен ферзей. Однако, конечно, Ронян этим это отклоняет. И после некоторых продвижений, опять-таки, трансформация структуры произошла. Поменялась пешка на А4. И, в общем-то, позиция балансирует около равенства по большому счету. И вот здесь, в общем, черные зашли на мат, как говорится. Грозит мат в два хода. Однако, вот, конь на А2 пока спрятался. Ладья Е1. Опять, наверное, напали на пешку. Белые защитили. Пристали к пешке Ф2. И вот тут случилось интересное. Райан подкручивает ходу МА5. Ян принципиально забирает. Играет ферзь Д7. Чёрный играет слон в Д4. И вот здесь вот первый момент, который заставил меня, во всяком случае, удивиться. Я думаю, что и у вас тоже. Как защищать пешку на А2? Как её можно защитить? Нихуй, Аронян просто подумал и пошёл к конь Ж4. Вот таким вот образом можно, оказывается, защищать пешку, господа. Я никогда не думал, что коня можно просто взять и подставить под пешку. Ну, в общем-то, я не знаю, как отреагировал Ян. Может быть, он посмеялся. Может быть, он подумал, что это какая-то шутка. Однако выяснилось, что после АЖ, пилы просто дали шаг. Промежуточный шаг. И после король Ж7 съели эту пешку с шахом. Выяснилось, что король теперь в плохом состоянии. На АЖ7 возвращаться не может из-за мата. Он пошёл вперёд, а последовал Е5. Вот так и на себе. Брать слонов теперь нельзя. Из-за потери ферзя. Приходится брать ладью. А в этом случае белые делают промежуточный шаг. Нет хода ладея в 5 из-за мата на А6. А на король Ж6 следует ладея и говорит Е5. Ерунда полная. Однако получается, что белые таким образом форсируют переход в такой малоприятный эндшпель. Который, наверное, всё-таки не держится. Ну, в общем, после движения определённых белые постепенно, естественно, усилили позицию. И Аронян вот таким вот образом постепенно-постепенно пришёл туда, куда ему надо. И провёл все необходимые меры. Хотя оказалось, что эта позиция, наверное, может быть, даже и есть ничейные тенденции. И наверняка эта позиция теоретическая. Однако я, к сожалению, не знаю. Надеюсь, что, может быть, вы в своих комментариях, особенно после подписки на канал, сможете как-то здесь показать, что здесь и далеко раскрыть тему. Ну, в общем, вот так вот он двигался, двигался. Аронян привёл в ладью на Ф5. В общем, передвигался в ладью на Аш5. В итоге провёл с Ж5. Вот это, видите, какой момент нашёлся. Нужный момент как-то перехитрил Яна. И словно же один оказался не в делу. Нужный момент его как-то перехитрил. Классная партия. В общем-то, и вот ход кольжа 4, конечно, произвёл у меня впечатление. Но всё это цветочки. А теперь, господа ягодки. Теперь уже настоящие ягодки. Уэслисо Раджабов классное противостояние. И отдавали предпочтение те же букмекеры Уэслисо. Но я изначально сказал, и более того, в предыдущих видео, которые меня тоже советовали вам ознакомиться, сообщил о том, что Раджабов прекрасно сейчас в форме. И, в общем-то, по праву сейчас показывает хорошие шахматы. Итак, вот такая вот теоретическая ситуация возникла после дебюта. Можно сказать, тоже не то чтобы диковинная позиция, но она, в общем-то, встречалась на практике. Такое, в общем-то, сложное какие-то английские построение. Ну и вот Уэслисо решил играть более агрессивно. Ну, пожалуй, самое простое здесь, конечно, сыграть слон Е2, и затем, может быть, пойти Д3, или там сделать 2-0. И, в общем-то, шахматист топ тоже уровня, тот же Влад Артемьев бы рассказал. Здесь проблемы черных наверняка присутствуют, так как все-таки структура есть. Есть некоторые погрешности, есть поля. То есть, поэтому слон Е2, мне кажется, идеи даже ходом кони H4, с идеей G4 было весьма интересно. Ну, Уэслисо сыграл по-своему, сыграл 3-0, и, в общем-то, вот это получилось крайне, крайне забавно. Слоны в 5, ладья G1, он сыграл тоже, в общем-то, весьма агрессивно. То есть, он делает вид, что хочет тоже начать движение пешки G, и, в общем, с этим надо как-то бороться. Тимур находит интересную перестройку. Конь Е7, пошел D4, слон Е4. Произошли некоторые изменения, опять-таки, в положении коней. Ну, и здесь, скорее всего, надо было пойти С5, вырубить его слона и поставить коня, может быть, на С4. А может быть, пойти Ж4, и вот такая вот диковинная тоже позиция в центре, где все пешки, можно сказать, под боем. Однако, вот эта пешечная цепь у белых очень мощная, то есть, они контролируют, наверное, больше на доске. Однако, этого не последовало. Последовал возврат коня на F3, и Тимур грамотно играет. Грамотно играет, играет А5, В5, и теперь уже словно В6 стоит надежно. После чего он подрывает цепь ходом C6. Ну, Веслисо играет А4, пока, в общем, ничего не происходит, каких-то супер телодвижений. ЦБ играет АБ, А4, слон А3. Ну, и вот тут, пожалуй, позиция, которая требует вмешательства, как говорится, санитаров. Итак, ЕД, ЕД, ну, ЕД, по идее, ход правильный, да, то есть, и казалось даже странным со стороны черных брать ЕД, так как теперь все пешки будут слабыми. Однако, после ЕД, ЕД, господа и дамы, вспомните ход К4, Ароняна. Я, честно сказать, пошел сразу отдыхать после следующего хода, потому что ничего подобного я давно уже не видел. То есть, от одного хода К4 мне хватило для начала, а после следующего хода черных, я думаю, который вы уже поняли какой, здесь пришлось не сладко. Конь Д5, совершенно потрясающий ход, который заслуживает, я не знаю, 10 восклицательных знаков, пожалуй, потому что сама тактическая начинка этого варианта вроде бы проста, с другой стороны, она заключается в тихом ходе, что достаточно редко для тактических операций. А идея вот в чем. Идея в том, что если белый забирают, черный дает шаг, теперь на Д2 ходить просто нельзя из-за ладья Ц2 или красивого слона А5, то есть, слон неожиданно играет очень важную роль. Как мы помним, слон Магнус состоял на А7, так и здесь слон на Б6 тоже имеет свои свойства. Один слон работает по этой диагонали, а второй слон работает по другой диагонали. И вот после хода К2, ладья Ц2 шаг, ну, естественно, на Б1 ходить нельзя из-за многочисленных, там, хотя бы каких-то идей, связанных с мельницей. А на ход К1 последовал бы ход слона А5 с идеей слон Ц3. Очень красивая идея. И поясняется, что у белых ничего лучше нет, чем слон Д3, а в этом случае черный побеждает ходом ладья Ц3. То есть, они готовы съедать слона на А3 с шахом, возвращать на Б3, либо съедать на Д3. Очень красивая комбинация, которая, конечно, ну, это просто топ уровень, то есть, это левел, там, я не знаю, бог, да, как говорят в таких случаях игроки. Конь Д5. Король Б2. И теперь черные сделали еще один классный совершенно ход. Слона А5. Потрясающе. То есть, конь остается под боем. Вот такого шедеврального хода, опять-таки, давно я не видел. Ну, что же. Белые съели на Д6. Это оказалось неточностью. Все-таки стоило взять ЦД, но после ходу ладья Ц8, белых был такой вот интересный ход, как ладья Д3. Но такое, конечно, за доской, то есть, посчитать непросто. Непросто главное понять. Потому что вот на слон Д3, ход, который кажется более логичным. Черные, опять-таки, врываются на Ц3, и после слона Д6 дают шаг. Король Ц1. Но надо играть ни в коем случае не на А2, так как в этом случае черные проникают ладью на Е2, и уже у белых большие проблемы. Ну, вот после хода король Ц1, вот не верится, что все это дерутся, но черные, скажем, могут взять как пешка Ф, так и пешка Х, и сохраняют определенные инициативные действия. Видим, что и слон под боем, король, в общем-то, в опасности. Но эта позиция была бы крайне запутанной. Но вот ход ладья Д3 оставлял белым надежду на лучшее. В этом случае черные могли продолжать мягким ходом ладья Ц4, с идеей ладья Ц8, но в это поверить сложно, что это может работать, но это очень красиво. Ну и, в общем, что получилось? После хода слона А5, если просто от такого напора не каждый, во-первых, сможет понять, что происходит, но напор Ранджабова здесь был крайне серьезен. Конь Ц3, проникновение, конь на Е4 пошел, падает на слона, слон уходит на Ж3 и следует подключение А3. Очень хорошо и очень вовремя. Король А2 и конь Ц3. Этот ход был немножко неточным, стоило сыграть сначала слон Б4, но после взятия на А3 последовал еще один колоссальный удар. Укол, тычок, как угодно его можно называть, слон Б4. Взяли Ша, король Ц5, пошел, если уже, как говорится, понесло, если надо было возвращаться срочно назад и атаковать этого коня, как-то пытаться, он же пошел вперед и выяснил, что после красивейшего ходу Ладьи И6 Король Белых гибнет, грозит Б6 мат. Сыграл, если сам Б6, но получил мат с другой стороны. И партия, вот эта шедевральная партия, она все-таки пришла к своему, в общем-то, логическому завершению. То есть черные все-таки за то, что они пытались, они создавали и терпели одновременно. Получили то, что хотели. Были вознаграждены. Ну что же, вот такая вот колоссальная зарисовка. Надеюсь, вам понравилось. И смотрим за сегодняшним, за продолжением банкета. Желаем успеха шахматистам. Ну и, соответственно, обязательно подписываемся на канал. Ставьте, оставляйте ваши комментарии. Для нас это важно. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok